Зачем мне жениться? Люблю, веселиться красиво, мне нравится жить. Первым спектаклем года в Димитровском Драматическом Театре имени Александра Островского стала премьера мюзикла «Красавица и чудовище». Для того, чтобы сделать что-то большое, для этого нужно сначала потренироваться, что называется, на кошках. И поэтому мы сначала сделали детский мюзикл. Очень получил хороший отклик в зрителях, и я думаю, что он хорошо пройдет. У него будет хорошая судьба в репертуаре. Но для того, чтобы сделать что-то большое, сейчас мы делаем ревизор, мюзикл. Это такой вот тоже мюзикл, мюзикл, мюзиклович, что называется. Для взрослых смешной, такой достаточно интересный, концептуально. Для того, чтобы его сделать, для этого нужно было научиться делать. Потому что опыта такого в театре нет. Мюзикл, в том числе, это что-то новое. Это то, чего не было здесь 76 лет. И почему бы и нет, это очень популярная форма в данный момент драматического искусства. И плюс ко всему, я не буду скрывать, что в принципе и «Красавица и чудовище» — это как бы один из флагманов сейчас нашего репертуара. Это спектакль, который мы планируем на очень широкий экспорт. То есть именно на гастроли. Мы стараемся давать зрителю возможность поверить в то, что... Невзирая на то, что мы живем в Димитровграде, мы можем себе многое... Мы ничем не отличаемся, скажем, от других регионов. Вся провинция, она вот здесь, в голове. Есть какое-то такое заблуждение расхожее у очень многих людей, что если театр какой-то провинциальный, то значит он должен работать на каком-то вот этом уровне. Я для себя таких уровней не вижу. Мы себе подобных вещей не позволяем. Я не позволяю даже на уровне каких-то шуток подобные высказывания. Показывай дорогу в замок. Маршрут построен. Так-то лучше. Вперед! Спасибо проекту «Культура малой родины», потому что если бы не было федерального проекта, мы бы не смогли себе позволить, конечно, ни красавицу и чудовище, ни ревизору. Потому что это затратно как с точки зрения авторского права, так это и затратно с точки зрения картинки. Поскольку сам жанр не подразумевает упрощение. Реакция зрителя, который, в принципе, искушен уже классическим мюзиклом и одноименным мюнфильмом, тебя в чем-то удивила на твой спектакль? Меня удивила реакция зрителей в том, что я, честно говоря, не ожидал такого ажиотажа вокруг того, что такой спектакль появился в городе. И мы ставили для себя цель вот этим произведением конкурировать с кинотеатром. И, в принципе, цели мы свои достигли, потому что дети это все дело смотрят хорошо. И более того, мы даже сейчас будем показывать мюзикл вечером, потому что у нас очень большой отклик со стороны взрослых. У нас женщины возрастные плачут в финале. Ярослав Щедров и Анжелика Провенок из Димитровграда. Специально для новостей Правда ТВ.